В 2013-м люди стали экспериментировать с более богатыми возможностями. В итоге появились ребята, которые себя назвали эфириумом, и им пришла в голову такая идея. То есть до эфириума было несколько монет, таких как Namecoin, еще там какие-то были, которые добавляли одну-две инструкции в язык. За счет этого получалось сделать новый класс задач, поддерживать. Но встал вопрос, а что мы придумали новую задачу, под нее придумывать пара инструкций, под нее блокчейн. Нет, давайте мы сделаем у эфириума, может быть, если кто там был в начале 2014 года вокруг, был рекламный слоган, что мы делаем Swiss Army Knife. То есть складной этот ножик, многофункциональный, в котором есть все. То есть мы делаем некий тьюринг, полный язык, который нам позволяет делать очень много всего. В частности, написать программу, которая в теории может вычислить все, что угодно. А во-вторых, эти программы еще могут между собой очень причудленным образом взаимодействовать. То есть мы можем с одной программой вызвать другую, с нее третью и так далее. Далее, опять же, встает вопрос о том, как это все можно валидировать за ограниченное время, потому что у нас же все-таки много транзакций, блоки выпускаются в конкретные промежутки времени. И проверять вычисления надо за очень, соответственно, короткий промежуток времени. То есть, несмотря на то, что в теории у нас получается язык, который очень мощный, так сказать, тьюринг полный, на самом деле даже открытый вопрос является ли он в теории тьюринг полным, ну не будем углубляться. И, соответственно, да, и опять же, потом появился слоган, не помню уже когда, о том, что эфириум — это decentralized world computer, то есть такой единственный компьютер, который существует в единственном экземпляре, вот он на весь мир вот так распределен, но не то, что распределен, он реплицирован. То есть весь мир, собственно говоря, живет в одном компьютере, в нем живут тысячи программ, которые между собой взаимодействуют. Но, соответственно, корректнее говорить не о том, что это децентрализованный всемирный компьютер планетарного масштаба, а о том, что это реплицируемый программируемый калькулятор. Может быть, кто помнит, там в советские годы были эти инженерные калькуляторы, у которых там, ну тоже они в теории, наверное, были тьюринг полные, но на практике у вас была очень ограниченная память, там типа 60 ячеек и на программу, и на данные, или там 100 ячеек, и, соответственно, все было на практике очень ограничено. И вот этот вот калькулятор, да, там такой, как электроник АМК-161, он, в общем, у вас реплицирован там на тысячах компьютерах по всему миру. Соответственно, вещь весьма лимитированная и неэффективная. Соответственно, что у нас ограничивает вычисление в эфириуме? Ограничивает так называемый газ. То есть вы платите за каждый шаг работы вот этого вот калькулятора, да, и более того, это нам все равно еще ничего не дает в плане безопасности, потому что, ну, хорошо, у меня, допустим, есть там некоторое количество долларов, да, за которые я покупаю эфириум и потом всю сеть отправляю в нокаут. Вот, поэтому у нас есть еще лимит этого газа на блок, и получаются очень интересные вещи начинают происходить. В частности, осенью 2016 года было множество спам-атак весьма успешных против эфириума, и тогда была такая компания, как AmbiSafe. Они делали клиентам какие-то смарт-контракты, я даже не помню какого рода, но они были очень тяжелые в инициализации, требовали 2 миллиона единиц газа. Перед атаками, соответственно, лимит газа на блок был 4 миллиона единиц газа, то есть они как-то еще в блоке пролезали, пусть даже и платили много денег. Во время спам-атак лимит газа опустился до 500 тысяч, соответственно, вся компания была майнерами выкинута из бизнеса. Они даже писали какие-то там воззвания к майнерам с просьбой поднять этот лимит, но майнеры оказались глухим. В общем, в теории получается, у вас есть некий контракт, но будет ли он у вас работать на практике, непонятно, гарантий нет. Программы для этого калькулятора, для виртуальной машины, пишутся на неком низкоуровневом языке. И так как программисты сейчас не очень любят писать на низкоуровневых языках, соответственно, есть несколько языков высокого уровня, таких как Solidity, Sumpend. Возникает еще целый класс проблем с безопасностью самих этих высокоуровневых языков и с тем, как они прячут вообще те вещи относительно вот этой не совсем типичной модели исполнения в блокчейне, которые, по идее, не надо бы прятать. Соответственно, с этим было связано очень много вещей. Ну, например, тот же взлом контракта DAO, когда 40 миллионов долларов было украдено из-за того, что люди, которые писали код на языке высокого уровня, Solidity не совсем понимали, как он будет исполняться. И очень-очень много таких примеров. По-моему, вообще большинство, ну, если не большинство, очень значительная часть успешных контрактов для эфириума была взломана. Да, то есть, причем, ладно бы еще DAO. Бывают даже очень грамотные люди пишут, в общем, очень неправильные вещи. Ну, здесь классический пример – это кошелек Parity. То есть в биткоине есть Multisig, да, он простой, как бы с ним обычно проблем не возникает. В эфириуме вот был такой кошелек Multisig от компании Parity, которая, собственно говоря, производит в том числе клиента своего для эфириума. И, в общем, сначала у них был один баг, в результате которого своровали какое-то количество миллионов долларов. Как-то там еще хорошо обошлось. Через несколько месяцев в итоге какой-то школьник отправил команду самоубийства библиотечному контракту. В результате все кошельки с мультиподписью оказались, в общем-то, нерабочими. Из-за того, что какой-то школьник там баловался, послал команду самоубийства контракта. В общем, много таких вещей происходит в эфириуме, которые люди хотели бы избежать. То есть чтобы вообще желательно были исключены ошибки некоторого класса. И опять же в эфириуме эти смарт-контракты, какие бы ни были ограничения, их все равно исполняют все узлы в CD. Соответственно, вот здесь за диванчиками не видно. Есть такая метрика. В эфириуме есть такое понятие, которое, в принципе, напрямую учитывается в блокчейне. Можно его отследить. Те блоки, которые не были включены в основную цепочку, и которые потом следующие блоки упомянули, так называемый DDA, Ankle. Блокс. И вот здесь вот есть два пика на графике. Один посередине – это спам-атаки осенью 16-го. А вот дальше даже еще хуже. И это уже не спам-атаки, это просто реальная жизнь сети. Вот, тут на самом деле лучше видно. То есть вот это у нас были спам-атаки. Вот это уже самый пик – это крипто-котята как раз. Вот, сейчас немного подотпустило, да, видимо, с котятами. Но все равно уровень выше, чем до этого был в таргетированных спам-атаках. То есть сеть эфириума развивается. И о чем вообще говорит эта метрика? Она говорит о том, что майнеры, чтобы включить транзакции в блок, вынуждены тратить все больше и больше усилий. Соответственно, так как блоки еще выпускаются часто в эфириуме раз в 15 секунд, получается, что часто эти блоки, в общем-то, они уже выпускаются одновременно с другими. То есть растет количество блоков, не включенных в основную цепь. Ну давайте посчитаем, то есть раз в 15 секунд, то это где-то 6 тысяч блоков у нас генерируется за сутки. Здесь вот число за сутки, то есть полторы тысячи блоков не попадают. То есть примерно каждый четвертый блок вообще имеет братика, который не попадает в основную цепь. Ну, на самом деле больше, но кто там знает уже. То есть вот так как бы посчитать легко, во всяком случае. Соответственно, исходя из исторического опыта, что мы хотим получить от языков умных контрактов в будущем? Во-первых, мы хотим все-таки, чтобы язык был помощнее, чем биткоин-скрипт. И желательно также, чтобы он был весьма прост и удобен, чтобы для него были инструменты, чтобы он опять же мог эффективно исполняться, чтобы у нас не было в сети каких-то труднопредсказуемых вещей или спам-атак, или еще что-нибудь весьма нехорошего. То есть желательно нам вообще для языка иметь гарантии того, что время проверки любой программы, если мы зададим лимит на размер программы, время проверки любой программы было не больше, чем какая-то определенная константа. Соответственно, много ведется разработок в направлении новых языков смарт-контрактов. Часть нацелена на то, чтобы сделать новые языки смарт-контрактов, которые тюринг-полные или похожи на тюринг-полные, но при этом более безопасные, чем Solidity. То есть здесь разговор идет в основном о языках высокого уровня. Вот в IHK-компании, где я подвязаюсь, разрабатывается язык Plutus. Соответственно, в Tezos язык Михельсон, третий язык я даже уже не помню. У них у всех обычно идея того, чтобы большинство гарантий безопасности было выражено в самом языке, чтобы сам язык вам не позволял сделать плохих вещей по максимуму. Здесь опять же встает очень много вопросов весьма тяжелых. Вторая группа языков – это языки так называемой аутентификации, то есть языки, подобные биткоину. Там на самом деле сейчас есть целая плеяда названий для этого класса языков. То есть говорят о языках аутентификации, говорят об умных подписях. То есть это вот то же самое, что в биткоине. Когда у нас есть некий объект, он защищен там некой программкой, обычно простой. И, соответственно, проверяя эту программу, еще относительно обычно доказательств знания какой-то секретной информации, чтобы у нас интерпретатор быстро выдал там ответ «да», «нет». То есть давать, доступ не давать, можно монету потратить, нет. Соответственно, вот есть опять же тут несколько разработок. DEX – это в принципе полный аналог биткоин скрипт языка. Симплисити – это от компании Blockstream, некий язык, который позволяет для программы заранее определить время ее исполнения. И язык, над которым мы работаем, и который, в общем, будет в эрго внедрен. Рабочее название у него Sigma State. Ничего мне пока не придумали. В принципе, об этом языке я сейчас поговорю, как о конкретном примере. некого языка, который, учитывая то, что было ранее, и старается сделать что-то лучшее. В языке мы имеем некие криптографические протоколы, над которыми мы строим более обобщенные программы с, во-первых, эффективным исполнением. То есть, как вы помните, сейчас еще покажу. Есть такое понятие контекста, к чему мы обращаемся во время валидации программы на языке. То есть это некий концепт, оторванный от языка, но очень важный для того, чтобы иметь гарантии эффективности исполнения. В эфириуме этим контекстом является вообще все множество учетных записей системы. И на самом деле это уже нехорошо, потому что как только вся эта структура становится большой и на большинстве машин начинает жить на жестком диске, сразу же открывается пространство для спам-атак. Собственно говоря, осенью 2016 года был ряд атак подобного направления. В биткоине даже были в 2013 году. То есть как только у вас структура, которую вы используете для валидации транзакции, оказывается большой и уходит на жесткий диск, начинаются моментально проблемы. Соответственно, язык простой и сложность программы мы можем оценить заранее. То есть какие-то сложные программы мы можем даже не исполнять, заранее их отсечь. Как это все работает? Как базовый блок мы используем класс протоколов, сигма протоколов. Это протоколы с нулевым раскрытием, zero-нолеж протоколы, о знании какой-то секретной информации. Причем это такой ограниченный класс протоколов. Он для очень небольшого количества секретной информации. Но уже очень много можно строить даже из этого. В частности, так называемая подпись шнора, которую сейчас хотят заполучить в биткоине, в частности, она является одним из примеров такого сигма протокола, переведенного в схему цифровой подписи в неинтерактивную форму. Такие понятия из криптографии. То есть есть целый класс протоколов, которые можно однозначно перевести в формат подписи цифровой, которые, соответственно, эффективны по сравнению с общей криптографией, с нулевым раскрытием. Потому что мы работаем с очень узким классом конкретных задач, для которых мы знаем эффективные варианты, доказательства, секретов. И что хорошо и что используется в языке, их еще можно соединять между собой, эти разные протоколы, через связки OR-END или пороговую связку KAIZEN. Соответственно, что у нас хорошо, что объединяя разные вот эти вот криптографические протоколы, сигма протоколы, мы получаем опять сигма протокол. То есть мы опять же знаем, как этот более сложный протокол преобразовать в схему подписи и как из него построить еще более сложный протокол. И эти связки, они опять же похожи на связки, которые используются в логиках. И или. Дальше идея языка в том, что, соответственно, мы объединяем вот эти вот криптографические протоколы, соединенные связками и или с логическими прадикатами над состоянием блокчейна. Причем не всем, а только тем, которые можно очень эффективно иметь в памяти. То есть вообще тот прототип, над которым мы сейчас работаем, там в памяти никогда не будет лежать больше нескольких килобайт, собственно говоря, информации. гарантированно. Как конкретный пример разберем вот такую вот связку, то есть высота больше ста блока, в который будет включена трач-транзакция. Или, соответственно, докажи мне, что ты знаешь знание дискретного логарифма некоторого значения. Но это, в принципе, в неинтерактивной форме даже самая подпись шнора. Получается, то есть у нас есть приватный ключ некий, который является дискретным логарифмом от публичного ключа. То есть за разумное время при разумных параметрах безопасности нельзя вычислить дискретный логарифм для конечной группы. И дальше, соответственно, что у нас означает это утверждение, что после высоты 100, то есть транзакция включена в блок с высотой больше 100, в принципе, может монету потратить кто угодно. А до надо знать знание секретного ключа, соответствующего публичному ключу x, который включен, соответственно, в выражение. Вот пример чуть посложнее, но абсолютно такой же. Здесь у нас кроме связки или используется связка и, то есть получается, что после высоты 100 достаточно знать только один секретный ключ, соответствующий публичному x1. А до этой высоты, ну и вообще, в принципе, в любой момент времени можно также монету подрадить предоставлением двух ключей x1 и x2. То есть до высоты 100 это подпись 2 из 2, а после может быть и 1 из 2. Можно эти логические выражения также представлять в виде деревьев. В принципе, внутри мы так с ними и работаем. И когда нам известен контекст, да, то есть вот здесь, соответственно, если высота меньше 5 срабатывает, надо предоставлять знание публичного ключа, приватного ключа, соответственно, публичному x1, если больше либо равно 5 высота блока, то ключа x2. Соответственно, если мы знаем, что высота равна 4, то мы сокращаем вот это большое дерево, маленькое дерево, даже в одном случае в одну вершину, x1, и уже дальше тот, кто подписывает транзакцию, просто предоставляет доказательство знания этого ключа x1, то есть предоставляет подпись цифровую. Проверка, соответственно, да, здесь работает как в биткоине, абсолютно. Генерация доказательства заключается в том, что сначала подставляется контекст, дальше смотрится, есть ли у вас секретная информация нужная, и предоставляется, генерируется доказательство. Потом, соответственно, доказательство включается в транзакцию, те же самые подписи, и при валидации транзакции проверяется. Дальше вот этот вот контекст. В биткоине он абсолютно минималистичен после спам-атак. То есть это буквально высота блока и его время. Мы также вот уже включаем больше информации у себя в эрго. И вообще даже позволяем этим монетам еще иметь регистры памяти. Ну, там ограничено их количество. Соответственно, поверх того расширения, что мы делаем, мы уже можем делать некие вещи, которые в биткоине невозможны. Например, вот пример простейшей краудфандинга. Когда вы создаете монету, жертвуя деньги некому, проекту краудфандинга, которую, соответственно, после истечения некого времени вы можете забрать назад, если монета не потрачена, то есть если до какого-то момента времени проект не собрал денег, то вы можете монету забрать назад. А если это время не наступило, то забрать вашу монету можно только в том случае, если тратящая транзакция создает выплату на публичный ключ проекта, который осуществляет сбор средств. И, соответственно, этот проект также должен собрать не меньше 100 тысяч. В общем, такой простейший пример логики кикстартера в простейшем выражении. Есть у нас также пример денег с деморейджем, то есть деньги, которые, безусловно, обесцениваются с течением времени. В нашем примере тут получается майнер может по истечению какого-то периода просто забрать себе какое-то количество монет. То есть майнеры вас будут все время грабить и, соответственно, изымать ценность ваших денег. То есть это, в принципе, и есть такой пример денег с так называемым деморейджем. Также благодаря тому, что у нас все эти криптографические протоколы примитиво-нативные, их можно объединять, мы имеем за бесплатно кольцевые подписи, мультиподписи. Причем эти подписи, допустим, если мы возьмем подпись один из пяти, то в биткоине известно, кто подписывает. В нашем случае это кольцевая подпись, которая обладает свойством нулевого раскрытия. То есть тот, кто подписывает, вообще неизвестен. То есть известно, что это был один из пяти и не более того. Соответственно, мы можем делать все то же самое, что в биткоине. Как я показал, можем делать много. У нас есть пример уже оракулов. Сейчас работаем над миксерами, которые лучше, чем в биткоине. И на этом позвольте откланяться. Продолжение следует...